Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это такой небольшой гайд для начинающих в игре Норсгард. Я уже много раз в неё играл, и думаю, стоит рассказать тем, кто не может никак победить на высоком уровне сложности, как и что тут делать. Такие... Это не стратегия победы, потому что здесь каждая новая карта, она оригинальна. Здесь невозможно выбрать вот прям один путь, который будет вас постоянно приводить к победе. Нет. Но некоторые нюансы, которые вы должны знать, и которые вам помогут лучше играть в Норсгард, я должен вам рассказать. Поначалу кажется, что Норсгард проста. Тут на самом деле три основных ресурса. Только еда, дерево и деньги. Камень, железо и счастье считают такими вспомогательными ресурсами, о чём немножко позже. И казалось бы, ну, господи, три или шесть ресурсов и всё. Real-time стратегия. Но дело в том, что постоянно, в каждый момент времени здесь происходит очень много вещей. И выбор у вас очень маленький, что... То есть вы не можете всё сразу улучшить, всё сразу сделать. И вот этот гайд укажет на те вещи, которые будут самые важные. Во-первых, обращайте внимание, какие у вас условия победы. Потому что в сети может быть необязательно всё включено. Так, изначально пять условий победы обычные. Это господство, слава, торговля, мудрость и условия карты. Условия карты могут быть разными. В моём случае это Хельхейм. Вот захватить врата Хельхейма, которые вот тут находятся. Остальные условия... Ну, господство, понятно, просто всех вынести на карте. Слава. Написано, что надо делать. Набрать определённое количество славы, захватить количество областей, построить алтарь канунгов. Торговля и мудрость — это просто набрать определённое количество денег или открыть определённое количество технологий. Вот эти самые частые победы, на самом деле, вообще самая частая торговля, потому что там вообще ничего не надо воевать, ничего делать. Но обязательно смотрите, если вы играете в сети, что и как у вас открывается и в каком месте находятся ваши соперники по игре. Управление тоже сделано очень просто. Если вы кликаете левой кнопкой мыши, то вы переноситесь к тому вашему селенину, к той профессии, на которую вы кликаете. Так можно быстро их находить. Мореходы у нас в море, поэтому их не видно. А то, что немногие знают почему-то, это правая кнопка мыши. Если вы правой нажимаете, то вы выбираете сразу всех людей этой профессии. Это очень удобно. Вот я выбираю всех воинов и сразу их куда-нибудь отправляю. Не кликаю по одному, выбираю всех. То же самое касается лесорубов. И это очень удобно, когда у вас есть поселянин без профессии. Вот их, например, тут шесть штук. Вам не надо к нему переноситься, вы просто выбираете. Например, вы хотите его отправить, там, камень изучать, да, науку, чтобы получать. Вы сразу выбираете, нажимаете на камень, и у вас побежит один все равно поселянин туда. Все остальные останутся на тех местах, где они есть. Это очень удобно делать, когда вы построили новое здание и хотите туда отправить, например, двоих дровосеков. Не выбирайте там из шести штук по одному этому селянину. А всех дровосеков туда отправить. Сколько надо дровосеков, столько и побежит. Главным ресурсом в игре все-таки является еда. За счет нее ваши жители живут. Если у вас нехватка еды, то жители начнут умирать. За счет нее вы можете колонизировать новые территории. Ну, некоторые кланы это могут делать и без еды. Например, клан Ворона за деньги. Но, тем не менее, основная все равно остается еда. Основной ресурс, которым вы колонизируете. Плюс вы можете устроить пир, который улучшает добывание всех ресурсов вашим кланам. То есть еда самый-самый основной продукт здесь. И очень важно как можно быстрее занимать именно те области, где много еды у вас. Еда берется из четырех источников. Во-первых, сами поселяни ее добывают. Просто ходит вот обычный поселянин. Вот он ходит, добывает. Четыре еды он добывает. Дальше есть охотники, которые добывают еду, убивая оленей. Вот хатка охотника. Он добывает в каждый охотник пять еды. Дальше есть фермеры, которые вот с таких полей добывают еду. Они добывают, пять еды добывают. И есть еще рыбаки. На этой карте нету места, где рыбу ловить. Но тем не менее, они добывают четыре еды, как и обычные вот селяне, которые собирают с земли. А в чем же между ними разница? Охотники и рыбаки, их количество добываемой еды не уменьшается зимой. То есть они как добывали пять и четыре еды, так и добывают. Понятно, что самые выгодные вообще добывальщики еды в игре – это охотники. То есть если у вас есть территория вот с оленями, быстрее ее захватывайте, быстрее ставьте там сторожку охотника и самый кайф будет. На втором месте, конечно, рыбаки, потому что они и так и так четыре добывают. Вот с фермерами похуже. Они добывают пять еды летом, но когда наступает зима, у них намного меньше идет добыча еды. То же самое касается и обычных поселян. То есть они добывают четыре еды, а зимой намного меньше. Это все уменьшается. Поэтому надо следить за тем, где у вас работают работники, где и в каких местах добывают еду и занимать именно эти области. Более того, обратите внимание, что стоимость строительства сторожки охотника и хижины рыбака – 60 дерева, а полей – 80. Поэтому и получается, что выгоднее в первую очередь занимать места, где есть олени, во вторую очередь есть рыба и уже в третью очередь поля. Кроме того, не забывайте, что есть такое чудо, как склад. Если вы ставите его в местности, где добывается, вот именно в той территории, где добывается еда, то он увеличивает на 10% производимую в этой области еду. Кроме того, увеличивает запасы еды, потому что изначально вы можете до 500 набрать, а потом уже каждый склад еще плюс 500, плюс 500. Видите, у меня 1500 можно, потому что у меня стоит два склада. Кроме того, когда вы его улучшаете, видите, плюс 20% он уже начинает добавлять. Кроме того, он работает вообще на всех в этой области селян и работников, которые добывают еду. То есть имеет смысл в эту область перебрасывать тех работников, которые добывают еду не только на фермах, там и в сторожках охотника, но и просто с земли. Еще есть такая штука медицина. Не у всех кланов, кстати, она имеется, и не всем кланам ее имеет смысл открывать, но опять же уточню. Медицина не просто увеличивает скорость лечения знахари, но и не занятые лечением знахари будут добывать еду. И на них этот склад тоже будет работать. Видите, поэтому у меня знахари, ферма и склад все находятся в одной области. И этот склад очень неплохо на знахарей влияет. Ну и еще есть одно здание на еду. Это у клана Козы загон для овец, но, видите, в данном случае я его показать не могу. Что происходит, если у вас будет ноль еды и минус по ней? Жители начнут голодать. Примерно через месяц голодания, кстати, обратите внимание, вот на эту временную шкалу, вот эти вот отрезки, это месяц типа. Через месяц голодания жители начинают болеть. Болезнь означает, что он работает на 20% хуже и у него постоянно уменьшается здоровье. Если у вас не появится еда и у вас не будет лекарей, то эти жители вымрут просто. Таким образом вы можете потерять очень-очень много жителей одновременно, сразу. Поэтому это самое страшное состояние, когда у вас ноль еды и она идет в минус. Вы этого старайтесь не допускать никогда. Кстати, обратите внимание, что вот мне на этой карте очень сильно не повезло. У меня изначально был только один ресурс пшеницы. И мне пришлось ближайший клан выносить. Вот тут был синий клан, но я против компьютера играю, поэтому не особо я испытывал проблемы, хотя на высоком уровне сложности. Мне пришлось его выносить, и только вот у него уже были олени. Я начал использовать олени, и вот еще один, а так у меня только одна пшеница. Это самый неблагоприятный вариант, когда у вас очень мало еды, и та только пшеница. То есть вам приходится просто своих жителей использовать тогда. Теперь поговорим о дереве. Вообще вам изначально придется ставить хатку именно дровосека, просто потому что иначе вам не дадут никакие другие здания строить. То есть вам изначально доступен дом, лагерь разведчиков и дом лесоруба. Все остальные будут доступны только если вы построите дом лесоруба. Поэтому на самом деле вначале очень важно скаутами найти вот такую территорию, вот здесь видите, плюс 20% к производимой в этой области древесине. Ну или бы вот такая же территория. На миникарте она деревцем обозначена. Потому что поставив там один дом лесоруба, в принципе вы все проблемы с лесом своим решите. И слава богу, в дальнейшем у вас не будет проблем. Для чего нужно дерево? Для строительства зданий. Более того, оно даже используется жителями для обогрева своих жилищ. Что будет, если у вас опять же будет ноль дерева и оно пойдет в минус? Жители будут мерзнуть. И произойдет то же самое, когда и у ваших жителей не хватает еды. Они начнут болеть. Померзнут, померзнут, начнут болеть. Но дело в том, что еды, дерева обычно не так много требуется. А во-вторых, вот по моим ощущениям, пока... То есть переход от болезни, от замерзания к болезни намного медленнее, чем от голода к болезни. То есть тут намного дольше жители могут замерзать и при этом не болеть. Так что если у вас накопилось сколько там дерева, ну штук 300, например, да, и вы видите, что у него нормальный прирост, не стоит много лесорубов уже... То есть вы там построили здание. То есть дерево намного менее важный ресурс, потому что он в принципе тратится только на постройку зданий. Да, еще раз повторю, видите, минус 21 дрова. То есть сколько-то дров ваши жители потребляют. Естественно, зимой намного больше дров потребляют, чем летом, для того, чтобы обогреться. Но это небольшая проблема. Так что на дерево накопили штук 300, может немножко подзабить. Там отправить всех своих дровосеков, например, тот же камень собирать. Ну и использование дерева, расход дерева можно минимизировать с помощью овец. Вы когда, кстати, выбираете овцу, вам, собственно, все и написано. Если в области есть хотя бы одна овца, потребность в дровах зимой уменьшается на 20%. Поэтому если у вас овцы есть, раскидывайте их по областям, где много-много строений, чтобы они там работали. Потому что если нету строений, собственно, нету жителей, которые что-то обрабатывают, то и овец держать там не имеет смысла. И расход уменьшится. Плюс еще есть всякие технологии. Но, честно говоря, вот я, вот домашний очаг, например, уменьшает дополнительное потребление дров зимой. Я ее практически никогда не открываю, у меня нету никогда проблем по-хорошему зимой с дровами. Кстати, еще отмечу, ну, вы делаете воинов, да, вот у вас есть учебный лагерь, где вы, жители, делаете воинов. Но есть еще простые работники, в данном случае дровосеки, которые имеют бонус к битве против, там, вражеских воинов. Как и охотники. Почему вот еще охотников неплохо? Потому что охотники издалека из лука стреляют по соперникам. А дровосеки имеют бонус к силе. Видите, 6 плюс 1. Если мы выберем обычного, ну, тут знахарь 5, да, у него сила, фермер 5, у него сила. У охотника тоже будет сила 6, и при этом он еще стреляет. Просто имейте в виду, что охотники и дровосеки тоже неплохие воины. Да, ну и просто для примера покажу, что у обычного воина 15 сил. Деньги. Деньги тратятся на содержание зданий. Сколько здания требует на содержание? Вот написано вот здесь, видите, содержание здания в год. 36. Ну, значит, в месяц 3 монеты, да. Некоторые здания не требуют содержания. Вот видите, в доме нету содержания. При Синдракаров 30 монет в ход. Если вы дойдете до нуля, и деньги будут в минус, то у вас здания начнут разрушаться. То есть вам потребуется дерево, чтобы эти здания возобновлять. Ну и плюс к этому без денег вы просто не сможете многие здания построить. Новый дом 10 монет стоит. Пивоварня 50 монет стоит. Башня защитная 20 монет. Так что очень важно деньги иметь. И самое лучшее здание для денег, по моему мнению, это пристань Дракаров. Ну или там гавань, по-моему, у ворона она называется. Дело в том, что моряки не только деньги дают. Они дают меньше денег, правда, чем тот же торговый пост и рынок. Но при этом они еще могут славу и науку давать. Что очень важно. Вот в данном случае у меня, например, от мореходов 6 науки идет. Плюс. И при этом они еще и деньги дают. То есть от мореходов 11 денег и 6 науки. Так что не забывайте. По-моему, это лучшее здание. Если у вас много береговых линий, много береговых возможностей, где пристань Дракаров построить, то вам повезло. И, скорее всего, вы сможете тогда еще и через победу деньгами победить. Тем не менее, есть еще здание торговый пост и рынок. Через торговый пост вы можете продавать ваши ресурсы, еду, дерево. И камень там, и сталь за деньги. На рынке, наоборот, можете покупать ресурсы за деньги. Но важно эти два здания ставить в одной области. Потому что при апгрейде их, вы обратите внимание, что при апгрейде они дают плюс 20% всем торговцам в области. То есть каждое из этих зданий друг на друга влияет, будет давать по 20%. И вот этими двумя зданиями вы можете обеспечить себе очень неплохой приток золота. Кроме того, хочу еще обратить ваше внимание, что невозможно в каждой области строить одинаковые здания. То есть вы не можете два торговых поста в одной области построить, два рынка там, три рынка, естественно. Две защитные башни. В каждой области возможно только одно здание одного типа. Имейте это в виду. Следующий ресурс, на который я обращу ваше внимание, это счастье. Ну, тут довольно все просто. Чем выше счастье, тем быстрее у вас появляются новые поселяния. Вот, собственно, даже если вы наводите на счастье, написано. У вас плюс 5, новый поселенец будет присоединен к вашему клану каждые 34 дня. Увидите, меньше счастья, медленнее присоединяются. Каждый житель потребляет счастье. Видите, каждая территория, каждая новая территория добавляет счастье. В моем случае я играю за клан Волка, поэтому каждый воин, каждый воин мне еще добавляет счастье. Там в других кланах оно по-другому работает. Вы можете открывать тут какие-то технологии на счастье тоже. По-разному бывает. Но это чисто на увеличение числа жителей. Что будет, если в минусе? Да ничего. Вот минус 1, нет, конечно, что-то будет. Но это самый, по-моему, самый легкий штраф, на который можно даже не обращать внимания. Вот я лично, да, у вас не будет прироста жителей. Когда еще на нуле, еще есть прирост. Минус 1 уже не будет прироста жителей. И чем меньше счастья, тем больше людей будут несчастны, тем больше они будут хуже работать. То есть, минус 1, значит, 1 житель у вас несчастья, но он на 20% хуже работает. Если у вас минус 2, то, значит, 2 жителя несчастны, и, соответственно, они двое хуже работают. Но это все очень, знаете, не особо, по-моему, не сильно влияет. То есть, вот голод и замерзание намного хуже, да, и отсутствие денег тоже. Ну и последние 2 ресурса – это камень и железо. Они улучшают ваши возможности. Камень улучшает ваши здания, железо улучшает ваших жителей. Но прежде чем заниматься добычей камня или железа, обязательно решите проблемы с золотом. Потому что все апгрейды всегда требуют золота. Апгрейд каждого здания 50 монет стоит. Офигенно, да? И апгрейд улучшения каждого жителя будет стоить, по-моему, 30 монет. То есть, вот у меня, видите, улучшены уже лесорубы, знахари. Что быстрее добывать из этого? Ну, я считаю, раньше надо камень, потому что вам вначале надо все равно ратушу улучшить. С другой стороны, железо дает возможность купить главаря вам вот этого берсерка в учебном лагере. Берсерк стоит 150 монет и 5 железа. Но, опять же, без денег вы его не купите. И, кстати, имейте в виду, что берсерк у вас может быть только один. Сколько бы вы лагерей не построили, лагеря увеличивают количество воинов, которые вы можете нанять. Вот 6. У меня 2 лагеря стоит. Поэтому 6 воинов могу нанять. А количество берсерков одно, единственный он. И если вы потеряете берсерка, новый не сразу, даже если у вас есть деньги и железо, вы не сразу сможете его нанять. Будет некоторое время проходить. Так что именно берсерка будьте добры, храните как зеницу ока. Апгрейд зданий улучшает их эффективность. Они начинают лучше работать. Например, поля, видите, на 20% больше добывают еды отсюда. Плюс я еще могу одного жителя сюда посадить. Потому что изначально во всех зданиях 2 человека сидят. Как только вы их проапгрейдите, 3 будет сидеть. Апгрейдить можно только один раз. У клана Козы, так вообще там есть технология, которая позволяет в апгрейдженные здания 4 сажать. Ну и, соответственно, защитная башня, например, будет на 50% устойчивее. Обратите внимание, она не сильнее будет стрелять, а она будет устойчивее сама по себе. То есть ее будет сложнее разбомбить. Хижина Знахаря будет в 2 раза быстрее лечить ваших людей. В пристани Дракаров, если улучшу, видите, на 20% больше золота будет давать. Ну и так далее. То есть во всех зданиях бонус к апгрейду какой-то есть. Если я улучшу дом, то он будет больше вместимость у него. То есть иногда, если у вас много камня, то дома, конечно, лучше улучшать, а не строить новые, чтобы не тратить на них производство и еще одного жителя, пока он будет заниматься этим домом. Что лучше апгрейдить, в какой момент, ну следите по вашей стратегии, потому что в разных ситуациях это может быть разное. То же самое касается и улучшений лесорубов. Там вот видите, он на 15% лучше производит древесину, потому что я его улучшил с помощью железа. То же самое касается Знахарей, они на 15% быстрее лечат. То есть видите, в случае Знахарей, например, лучше сначала проапгрейдить здание, потому что оно тогда, они тогда в два раза быстрее будут лечить и больше Знахарей можно посадить, чем на 15% улучшать его оружие. Улучшать самих Знахарей, потому что они только на 15% тогда лучше будут работать. Но еще раз повторю, сначала решите свои проблемы с деньгами, потому что если у вас не будет денег, то огромное количество камня и железа вам никак не поможет. Ну а теперь в конце, давайте я закончу игру покорением ворот Хельм Хельма. Я думаю, что я должен успеть, пока Зеленый там не победит деньгами. Просто интересно, я еще таким образом не побеждал. Так, хватит ли у меня сил всех этих ребят положить здесь? Так, что-то мой Берсерк без дела бегает. Ну да, вроде всех этих Валькирий я сейчас положу. Слава богу. Причем я могу использовать вот способность Берсерка как клан Волка. Колонизация вообще даже без денег. Видите, появляются новые... Новые Валькирии мешают мне колонизировать, но я спокоен. Так, теперь я должен в течение года удержать эту захваченную территорию. Сейчас у меня там убили пару воинов, так что я их новых сделаю. Чтобы, если что, тут на меня будут нападать. А, ну тут постоянно появляются новые Валькирии. Да, ну тут... Они, кстати, самые сильные воины в игре. Так, ну я могу еще одного воина сделать. И главное, чтобы вот эти ребята никаким другим образом не победили. Но я не думаю, что вот успеют Красной Мудростью победить. Так, а что это тут? Какие-то драугры. Ну, у меня там еще лекари сидят, всех лечат сразу. Блин, вон опять бежит. Как его? Персерк вражеский. Ну, они вроде тут не захватывают. Ну, если не захватят эти территории, то мне не страшно. Мне главное удержать... Да, ну, смотрите, тут постоянно эти Валькирии появляются. Давайте мы отойдем воинами чуть подальше. Да ладно. Прибежал зеленый. Ну, видите, у меня сильнее бьет. У меня, как бы, и прокаченные воины сами по себе. Я хочу, чтобы полечились мои воины на этой территории. Я думаю, что у меня один этот парень вполне с Валькириями справится. Да, видите, они у него четверть силы забирают, а он у них так. Значит, тогда воинов я сюда поставлю. Ну, давайте я, как бы, промотаю к концу тогда, чтобы вам не смотреть за этим захватом. Просто покажу уже победу в игре. Ну, вот, остался один месяц до победы, собственно, вот он сейчас заканчивается. Честно говоря, не представляю, как эту победу можно достичь в сетевой игре, потому что тут мало того, что постоянно две Валькирии появляются. Так там же будут еще и другие игроки вам мешать всячески нападать на эту территорию. Так что, видите, только против компьютера я, пожалуй, смогу эту ачивку получить. Но, надеюсь, этот гайд вам помог, и после того, как вы его посмотрите, вы начнете в Норсгард играть лучше. Ну, а вы видели и слышали Лешу Халецкого, играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok